В апреле 2001 года недалеко от индийского города Газиабад появилось загадочное существо, которое наводило ужас на местное население. По рассказам очевидцев, это было настоящее чудовище. Что-то среднее между огромной обезьяной и человеком. Монстр нападал на людей, оставляя на их телах следы когтей и зубов. Спустя месяц точно такое же существо было замечено в пригороде Дели, в населенном пункте Наида. Для его поимки местные власти сформировали отряды самообороны. Но все попытки застать чудовище врасплох оказались тщетными. Обезьяна-человек исчезал так же внезапно, как и появлялся. Чуть позже в прессу просочилась информация, что монстр был все же пойман бойцами спецназа. И что это не что иное, как продукт американских биологических экспериментов. Он вырвался за пределы секретной лаборатории во времени штатной ситуации. Рабочие, которые восстанавливали объект, рассказали, что видели в лаборатории трупы странных обезьяноподобных людей с густым волосяным покровом по всему телу. Власти попытались заставить очевидцев отречься от своих слов и тем самым замять инцидент. Но сделать это не удалось. Среди местного населения поползли слухи. Эти монстры не что иное, как новое живое оружие в образе человека. С незапамятных времен ученые пытались искусственным путем создать подобное человеку-существо. Но не биологическую копию с живой душой, а бездушного истукана для беспрекословного выполнения всех без исключения приказов создателя. Основные критерии такого проекта это отсутствие страха и совести, наличие неистощимой силы и управляемого разума. То есть идеальный и безропотный раб. Чтобы это послушное создание не требовало пищи, не требовало оплаты за свой труд, и работало от зари до зари, в общем-то, чтобы это было неприхотливое существо. Эти мечты, их можно встретить в легендах, преданиях, которым далеко за пять тысяч лет. Самый знаменитый плод таких мечтаний – так называемый голем, то есть глиняный истукан. Эта история произошла в Праге то ли в конце 16-го столетия, то ли в начале 17-го. В еврейском квартале жил раввин по имени Лейб. Местные знали его как колдуна и алхимика. В домашней библиотеке Лейба хранился древний манускрипт «Тайны таинств» безыменного каббалиста, где подробно описывался мистический ритуал создания глиняного человека, способного выполнять за людей любую работу. Лейб давно мечтал изготовить себе такую куклу. Наконец он решился. Семь дней и ночей Рэбик колдовал в своей лаборатории над красной глиной, старательно имитируя действия Бога в момент сотворения Адама. И чудо совершилось. Нарекли человекообразное существо Иосифом. Управлялся глиняный раб просто. Раввин вставлял в рот истукана пергамент с тайным словом. Иосиф оживал. Забирал табличку обратно. Раб застывал. Голем беспрекословно выполнял все приказы хозяина, и Рэба был вне себя от счастья. Но вдруг однажды Раби забыл вытащить эту табличку. И пока он молился, в это время Голем сбунтовался, пошел по ночной улице Праги и начал крушить все на своем пути. Ломать дома, топтать людей. И когда к нему, естественно, кинулись к Раби за помощью, спаси, Раби Ливий кинулся свое детище ловить. Он его каким-то образом поймал. Он умудрился вытащить эту табличку, разбил своего Голема, и вот эти черепки он якобы зарыл под старой синагогой в Праге. Это всего лишь легенда, но в ней заложен глубокий смысл. Никто из смертных не вправе приравнивать себя к Богу и создавать себе подобных искусственным путем. Но далеко не все усмотрели в этой поучительной истории предупреждение об опасности. 21 января 1924 года в 19 часов 30 минут в Кремле раздался резкий телефонный звонок. Из подмосковной усадьбы Горки звонила сестра Ленина Мария Ульянова. Передала буквально. В 18.50 Ленин умер. Несмотря на то, что этой смерти ждали, она все равно застала врасплох верхушку советской элиты. Но не в организационном смысле. Тут все обстояло более-менее прилично. Железная ленинская когорта еще плотнее сомкнула свои ряды. Сложнее было с биологией. Кремлевская элита прекрасно понимала, преждевременное старение, досрочно наступивший паралич или прогрессирующее безумие, как это было у Ленина, могут превратить всю партийную верхушку в ничтожеств, а их безграничную власть в эфемерный мираж. Сразу после похорон вождя в Кремль был вызван Владимир Розанов, знаменитый хирург, извлекавший из тела Ленина эсеровские пули после покушения. Врачу была поставлена задача немедленно начать опыты по трансплантации желез внутренней секреции стареющим вождям революции. Розанову поручили повторить успех профессора медицины Сергея Воронова. Тот еще в 19 веке уехал во Францию, где в богатейшем дворце на Вазорном берегу прозванном «Замком обезьян», пересаживал богатым пациентам половые железы обезьян, добиваясь почти стопроцентного успеха в омоложении организма. Он 20 лет изучал жизнь и быт евнухов Египта. И после этого, изучив всю эту, как бы, их подноготную, я не побоюсь этого слова, он занялся пересадкой желез бабуинов и других обезьян, и собакоголовых, и человекообразных людям. Как это ни удивительно, его работа оказалась очень успешной. То есть настолько, что была принята на государственном уровне 20-е, 10-е, 20-е, начало 30-х годов. Им и его школой были произведены десятки очень успешных операций. То есть он оперировал от Ататюрка, Клемансо и многих выдающихся людей. Главврач Кремлевской больницы Владимир Розанов был хорошо знаком с работами Воронова. Но для опытов ему требовались гориллы, павианы и шимпанзе, которых можно было добыть только в Африке. Поймать и организовать доставку приматов поручили никому неизвестному, но очень важному и совершенно засекреченному человеку, которого звали Илья Иванов. По профессии он был зоотехник и до революции занимался экспериментами по скрещиванию разных типов животных. В 1924 году Иванов был вызван в особое дело ГПУ. Это была реакция на докладную записку зоотехника, отправленную Народному комиссару просвещения Анатолию Луначарскому и Наркомпроду Александру Цурюпе. В записке ученый просит правительство содействовать опытом по скрещиванию человекообразных обезьян с людьми в интересах, как дословно написал Иванов, русской науке и пропаганды естественно-исторического мировоззрения в массах. Эта записка крайне обескуражила Луначарского и Цурюпу, но сильно заинтересовала ОГПУ и, в частности, руководителя особого отдела Глеба Бокия. Ему нужен был жизнеспособный боец, то есть человек, который бы боролся за идеалы советской власти на всем земном шаре и непременно одерживал победы. То есть такой боец и борец мог получиться от скрещивания, например, очень жизнеспособных и очень сильных женщин, советских женщин, девушек, например, с самцами человекообразных обезьян. В 1926 году Илья Иванов получил отцов-наркома денежные средства и в режиме максимальной секретности отправился в экспедицию в африканские джунгли. Он должен был создать полевую лабораторию и начать опыты по скрещиванию людей с обезьянами. Вторая задача, поставленная Иванову, касалась срочного заказа от хирурга Розанова на поставку в Москву приматов для пересадки обезьянных желез партийным лидерам и членам правительства Советского государства. То есть для операций по омолаживанию Сталина и его ближайших соратников. Приплыв во французскую Гвинею, Иванов обосновался на Пастеровской станции. Однако умные, сильные и агрессивные шимпанзе в руки не давались. Пульса снотворным тогда еще не было. А в единоборствах с охотниками обезьяны выходили победителями. Винейцы прибегали к варварским методам ловли. Они травили приматов собаками, то есть загоняли их на деревья, а потом вокруг разводили костры. Выкуренные едким дымом обезьяны вынуждены были прыгать на землю. Не легче дело обстояло и с другой серией опытов скрещиванием женщин с самцами приматов. Женщины не собирались там этим заниматься и заявляли об этом во весь голос. То есть там началась буквально, ну если не революция, то массовое выступление просто, протеста. Ему пришлось переменить немножко тактику и начать скрещивать наоборот. Самок горилл и шимпанзе с жизнестойкими, сильными, молодыми людьми. Что тоже в скором времени привело к определенным сложностям. Из-за сомнительной деятельности полевой лаборатории у Иванова возникли серьезные проблемы с местными властями. И он был вынужден срочно уехать на родину. Но вернулся зоотехник не с пустыми руками. Кроме ценного научного материала по итогам опытов и дневников, он привез несколько обезьян обоих полов. Некоторые самки до этого были оплодотворены молодыми гвинейцами. Для продолжения работ по созданию боевых обезьян и людей в Сухуме был построен специальный питомник. Принимая во внимание гвинейский опыт зоотехника, специальная комиссия Совнаркома СССР постановила следующее. Опыты должны быть продолжены профессором Ивановым в Сухумском питомнике обезьян как между отдельными видами обезьян, так и между обезьяной и человеком. Опыты гибридизации путем искусственного осеменения женщин спермы антропоида могут быть поставлены только при письменно выраженном со стороны женщины согласии подвергнуться осеменению спермы антропоида, а также взять на себя риск опыта и подчиниться режиму изоляции. Опыты должны быть поставлены на возможно большем числе женщин, во всяком случае не менее пяти. В проекте скрещивания человека с обезьяной принимало участие все больше учреждений. За строгое соблюдение так называемого режима изоляции отвечали бойцы ОГПУ. И вот совсем недавно одному из исследователей удалось докопаться до воспоминаний одного из охранников этого питомника, который уже будучи пожилым человеком наконец раскололся, что называется, смог рассказать всю правду о том, что там происходило. Именно там происходили все эти опыты по скрещиванию. И ему неоднократно власти, то есть закрытый отдел, который этим руководил, предлагал самому, видя, что человек достаточно презентабельный и мощный, самому поучаствовать в этих скрещиваниях. Но охранник наотрез отказался проводить время с самками человекообразных обезьян и сбежал оттуда. Долго скрывался, его искали, чтобы информация не вышла наружу. Найти протоколы сухумских опытов исследователям не удалось. Однако существует достаточно прямых и косвенных свидетельств, что они проводились не только в обезьяннем питомнике, но и в лагерях ГУЛАГа. Результаты этих сверхсекретных экспериментов неизвестны до сих пор. Действительно ли удалось получить плоды от женщин, осемененных приматами? Или, с другой стороны, обезьяны-самки, оплодотворенные добровольцами из обслуживающего персонала, разродились потомством? Была информация из Западной Европы, из Франции, профессора Эвельманса, к которому однажды пришли двое сбежавших, чудом сбежавших и ушедших на запад узников одного из алтайских лагерей, которые сказали, что там действительно, в пещерах вывели новую породу людей, похожих на снежных, тогда еще не было слова «снежный человек», похожих на огромных волосатых исполинов. Возможно ли такое? Вот что говорит по этому поводу наука. ДНК шимпанзе отличается от человеческой всего на полтора процента, что свидетельствует о близком родстве. Гибридизация возможна только при почти полном соответствии геномов обоих производителей. Но если предположить, что человек с его 46-ю хромосомами и обезьяна с ее 48-ю могли бы дать гибрид, то у плода будет 47 хромосомов, а нечетный набор хромосом не способен к воспроизводству. С другой стороны, нет оснований не доверять титулованному и авторитетному французскому биологу, который опубликовал рассказ сбежавших узников того алтайского лагеря, где проводились эксперименты по созданию гибрида. Вот подробности этой истории. Один из заключенных был врачом в лагере. По его словам, он был подвергнут экзекуции за невыполнение требования провести оплодотворение женщин с семенем гориллы. Опыты проводились в больничном корпусе лагеря. Дальше сведения, леденящие души. В результате проводимых опытов экспериментаторам удалось получить новый продукт – расу человека-обезьян. Монстры все были покрыты густой шерстью, росли быстрее, чем люди, и поэтому сразу становились пригодными к работе. Как знать, может быть, тот самый снежный человек, на которого иногда натыкаются туристы в заповедных лесах, и есть результат экспериментов в секретных клиниках ОГПУ и НКВД. Ну, на самом деле, все этнографические и зоологические наблюдения свидетельствуют не в пользу этого. То есть, все-таки, снежный человек – это отдельный феномен, собственно, и действительно, который существует, и существует, и существовал на протяжении многих веков и тысячелетий, скорее всего, параллельно с усилиями наших специальных служб, скажем так. То есть, я считаю, что лично я полагаю, что наши спецслужбы скорее изучали этот феномен, нежели его продуцировали. Так были ли получены Ивановым какие-то ожидаемые спецслужбами результаты? По некоторым данным, что-то, конечно, вышло. Но не армия бесстрашных и могучих воинов, на которых так рассчитывали чекисты. С другой стороны, гибриды вполне подходили для использования их в качестве подопытных статистов, для изучения воздействия на человека боевых отравляющих веществ. Но и это не вышло. У искусственно выведенных обезьян и людей оказался очень существенный недостаток. Неспособность к воспроизводству из-за нечетного набора хромосомов и незначительный срок жизни. Но самая главная проблема заключалась в том, что обезьян и люди оказались неуправляемы. Они просто отказывались подчиняться. Точно так же, как мифический голем. В конце концов, чекисты разочаровались в опытах Иванова. Ученого обвинили в пособничестве международной буржуазии и шпионажа. В 1931 году его сначала отправили в лагерь, а затем в ссылку. Через год ученый оказался в Алма-Ате, где ему разрешили работать, и он занял должность профессора кафедры физиологии животных в Казахском ветеринарно-зоотехническом институте. А в середине 1933 года в журнале «Природа» появился некролог. В 62-летнем возрасте от кровоизлияния в мозг скончался выдающийся советский биолог Илья Иванович Иванов. Однако некоторые историки утверждают, что зоотехник не умер, а был ликвидирован спецслужбами. Причем не в 1933, а в 1934 году. Все секретные лаборатории Иванова чекисты уничтожили вместе с уже полученными гибридами. Многие исследователи утверждают, к такому решению подтолкнул страх перед неадекватностью плодов скрещивания человека с обезьянами. Они, будучи существами агрессивными по натуре, унаследовавшие лучшие наступательные признаки всех и обезьян, и человекообразных, и людей, они могли просто создать угрозу для, ну не то, что для охранников, вообще для окружающих, для науки, которая их пестово и лелеяла, и даже для самих лагерей, просто внести смуту именно в лагерную жизнь, что, по некоторым сведениям, так оно и было. И поэтому операции были свернуты. Любопытно, что параллельно с Ивановым секретными биологическими экспериментами занимался профессор медицины Сергей Брюхоненко. Официально он разрабатывал приборы искусственного кровообращения. В своих опытах Брюхоненко использовал собак. Он останавливал животным сердце и полностью их обескровливал. Десять минут собака находилась без дыхания и сердцебиения, после чего кровь заливалась обратно и животное возвращалось к жизни. В засекреченной части экспериментов Брюхоненко пересаживал головы собакам, чтобы впоследствии проводить подобные операции на людях. Идея была такова. В случае несовместимых с жизнью повреждений человеческих органов, уцелевшую голову пересаживать на новое тело. И наоборот. Эти опыты тоже курировал особый отдел ОГПУ НКВД. В случае войны с помощью подобных операций, чекисты рассчитывали минимизировать потери. То есть из двух смертельно раненых бойцов делать одного целого. Однако эксперименты по трансплантации собачьих голов не принесли ожидаемых результатов. Животные жили всего несколько дней, после чего умирали от того, что пересаженные органы не приживались. самая удивительное, что опыты красного Франкенштейна, как впоследствии назвали профессора Илью Иванова, не канули в лету. Не остались без внимания и идеи Сергея Брюханенко. Накануне и во время Второй мировой войны созданием человекоподобных монстров занимались ученые Третьего рейха. В предсмертной записке немецкого микробиолога Вольфа Генриха Бреннера, найденной 6 ноября 1997 года, были раскрыты подробности экспериментов по созданию суперсолдата посредством хирургического вмешательства в головной мозг. Лет 10 назад, даже более, под Севастополем нашли захоронение немецких солдат, причем это были не рядовые солдаты, судя по всему, офицеры, со следами трепанаций. То есть речь о том, что немцы экспериментировали с созданием действительно человека, который бы обладал сверхспособностями, и они экспериментировали над своей элитой, собственно. Для своих экспериментов нацистские ученые использовали не только добытую разведкой информацию об опытах Иванова и Брюханенко. По другим каналам они получали тайные знания от участников специальных тибетских экспедиций засекреченного общества Ананарбе. У созданных путем изменения структуры головного мозга бойцов СС полностью отсутствовало сознание и имелись только простейшие рефлексы. Не были оставлены и попытки скрещивания человека с обезьяной. О том, что такие эксперименты проводятся в наши дни, свидетельствуют драматические события, которые произошли в 2001 недалеко от индийского города Газиабад и в населенном пункте Наида Близделя. Это там, где искали агрессивное существо, одновременно напоминающее и человека, и обезьяну. Но у современных экспериментаторов по всей видимости так же не заладилось, как и у красного Франкенштейна Ильи Иванова. Подопытные гибриды вышли из-под контроля и военным пришлось секретную лабораторию уничтожить. Подавляющее число ученых уверены, что любой результат скрещивания гомо-сапиенса с приматом обречен на провал, как и другие способы создания искусственного человека. Того же мнения и теологи. Человек сотворен Богом по образу Божьему и подобию. И никому из простых смертных не подвластно это таинство.